В этом видео мы разберем процесс создания сайта. Есть два пути – воспользоваться конструктором сайтов или разработать уникальный дизайн. В последнее время появилось много сервисов, которые позволяют создавать сайты без помощи специалистов. Конструкторы сайтов – это инструменты, с помощью которых можно собрать веб-страницу из различных блоков, самостоятельно загрузить нужные изображения без знаний программирования. Можно сделать это бесплатно, но с условием размещения рекламы или какими-то другими ограничениями, или можно оплатить месячную подписку, в которую входит техническое обслуживание сайта. Ресурс предполагает только шаблоны и дизайн без возможности создать что-то уникальное. Сам процесс создания сайта на конструкторе происходит следующим образом. Выбирается один из шаблонов, в визуальном редакторе расставляются блоки и элементы, хедер, футер, блоки для текстового или графического контента. Задаются основные параметры блоков, то есть выбирается цветовая гамма, определяются размеры, загружаются изображения и размещается текст. По сути, владелец сайта становится дизайнером, копирайтером и программистом в одном лице. Лет 15 назад разработка полноценного веб-сайта занимала около полугода. Сегодня любая компания может запустить простой, собственный сайт в тот же день. Достаточно зайти на один из ресурсов и выбрать один из готовых шаблонов. Ссылки на хорошие конструкторы сайтов я оставлю в описании к этому видео. Если вы хотите создать сайт с уникальным дизайном, продумать юзабилити, то есть степень удобства ресурса для ваших потенциальных посетителей, то работа над созданием сайта будет состоять из следующих этапов. Первый этап – определение целей и выбор типа сайта. Второй – составление технического задания. Далее – дизайн сайта и затем – верстка и программирование. В результате этих пяти этапов мы получим полностью рабочий сайт, но без какого-либо наполнения. Для улучшения работы необходимы размещение качественного контента, тестирование и оптимизация. Рассмотрим каждый этап немного подробнее. Первый этап – определение целей разработки сайта, проведение исследований. На данном шаге очень важно понять, зачем и для кого вы разрабатываете веб-сайт. Без верно поставленных целей и задач вы не сможете создать необходимый сайт. Или сможете, но в процессе создания вы поймете, что получается не то, что хотели. Немало важно проведение исследований конкурента вашей тематики и составление схемы. Какой функционал они предоставляют пользователям, какой дизайн и структуру они имеют. Второй этап – разработка технического задания. Составление правильного ТЗ – просто необходимый шаг при создании сайта. Что должно включать в себя техническое задание? Структуру в виде схемы, состоящей из основных разделов, подразделов и примерного количества страниц. Описание дизайна, то есть общее оформление, можно на примерах других сайтов. Основные цвета, логотип, местонахождение различных блоков, а также технические требования к сайту. Третий этап – создание дизайн-макета сайта. Данный пункт можно разделить на несколько подэтапов. Это создание дизайн-концепции, согласование выбранного варианта. Создание макета внутренних страниц, категории, товары, услуги, контакты. Если планировалась мобильная версия, то каждый макет должен быть переделан и под мобильную версию. И доработка и согласование каждой из страниц. На этапе дизайна на макете может отсутствовать наполнение. Его временно можно заполнить демо-текстом или картинками, но все элементы дизайна должны быть прорисованы, а контент может появиться уже после разработки. Четвертый и пятый этапы – это верстка и программирование. На этих этапах проводится чисто техническая работа, качество которой зависит от профессиональных навыков верстальщика и программиста. Важными являются следующие критерии. Универсальность верстки, которая предполагает возможность без лишних сложностей внедряя дополнительные модули. Красивый код – это простое правило, чем код будет меньше и грамотнее, тем сайт загрузится быстрее. И кросс-браузерная верстка – адекватное отображение сайта во всевозможных браузерах. Теперь сайт готов к запуску, но без текста и фотографий сайт имеет достаточно условную ценность, поэтому необходимо заполнить сайт важной информацией – текстом и изображениями. Все материалы лучше всего отдать на написание профессиональному копирайтеру, так как этот текст будут читать клиенты и он ляжет основой на репутацию компании в интернете. И вот проект переносится на хостинг, покупается доменное имя, то есть адрес сайта, и сайт успешно стартует в сети. Также разумно провести тестирование. Для этого выбираются несколько человек и проверяют работу сайта с различных устройств. Работу модулей, правильные ли ссылки стоят на страницах, все ли картинки грузятся и прочее. Данный этап длится, как правило, от недели до месяца. Данное описание алгоритма создания сайта не является исчерпывающим и представляет собой общую картину. Но надеюсь, я помогла вам разобраться в основных моментах и видео казалось для вас полезным. Советы и уроки по созданию дизайна сайтов вы можете найти на моем канале. Подписывайтесь и следите за обновлениями.